Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» поддерживает байкеровские фестивали, поэтому мы в теме встречаем новый бренд «МотоСтронг». В «МотоСтронг» вы можете купить любого из этих бэушных красавцев. Пока эта вся информация более подробная в наших следующих видео, а сейчас «Айда» в описании. Отойдем от темы мотоциклов и прямо сейчас вернемся к нашим разборочкам. Встречаем автомат от Mercedes 722.7. Мерседесовский автомат 722.7 – это специальная коробка пятиступенчатая, которая предназначалась для установки на Mercedes A-класса первого поколения, а также на соплатформенник каблучок Vaneo. Данные коробки производились с 1997 по 2005 год, то есть в период производства данных автомобилей. Она агрегатировалась со всеми доступными для А-класса «Иванео» моторами. Это М166 объемом от 1.4 до 2.1, а также турбодизелем ОМ668 объемом 1.7. Автомат Mercedes 722.7 представляет из себя гибрид классической гидромеханической АКПП и обычной механики. Здесь есть гидроблок, двигатель с коробкой соединен гидротрансформатором и также здесь есть маслонасос, но нет ни одного планетарного редуктора. Ее передаточный механизм устроен как на обычной механике, то есть шестерни находятся на валах, но соединяются с ними не муфтами с синхронизаторами, а муфтами с гидроуправляемыми пакетами сцепления. Таким образом, на данной коробке на каждой передаче присутствует свой отдельный пакет сцепления. А теперь несколько особенностей. Автомат 722.7 умеет включать нейтралку, если автомобиль двигается накатом на скорости менее 15 км в час. И еще одна особенность. Чтобы снять данный автомат, надо спускать двигатель с подрамником и откручивать коробку. Гидротрансформатор на данной коробке представляет из себя стандартную конструкцию, только муфта блокировки представляет из себя пакет фрикционов, а не стандартную фрикционную накладку. Данная коробка работает на трансмиссионной жидкости типа Dexran 3, но ATF обязательно должна соответствовать допуску Mercedes 236.12. Это совсем недорогая ATF. Полный заправочный объем 6,3 литра. При замене удается слить и залить 3,3 литра. Замену ATF на возрастных автоматах надо производить каждые 60 тысяч километров. Уровень масла выставляется на горячую с помощью сервисного щупа. Как и в любом классическом автомате масло загрязняется продуктами износа фрикционов муфты блокировки гидротрансформатора. Пыль фрикционная разносится по всему автомату и в первую очередь страдают каналы гидроблока. Говорят, что в детстве он был в форме бублика. Итак, встречаем, Серега. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. Гидроблок данной коробки состоит из электронного блока управления пластиковой несущей части с пятью соленоидами, а также гидроплиты. В гидроплите находится золотник, который соединен с кулисой АКПП. В нашем случае в коробке отсутствует самая востребованная деталь – электронный блок управления с пятью соленоидами. Почему? Потому что он продан. Вот здесь должны находиться четыре соленоида, которые отвечают за включение передач, то есть способны модулировать давление для сжатия фрикционов. А вот здесь находится соленоид, который отвечает за работу муфты блокировки гидротрансформатора. То есть он самый нагруженный и выходит из строя, как правило, первым. Блок управления получился очень хлопотным и нежным. Он выходит из строя даже от перепада температур и вибраций. Ошибки в работе блока управления отлично диагностируются компьютерной диагностикой. То есть после компьютерной диагностики можно конкретно сказать, что не так в блоке. В первые годы выход из строя блока управления обходился в значительную сумму, потому что он вшел в сборе с соленоидами и датчиком скорости первичного вала. Но затем его научились ремонтировать и программировать для конкретного автомобиля. При неисправности гидроблока коробка уходит в аварийный режим. Также данная коробка может уйти в аварию из-за неисправности в блоке селектора КПП. Благо он очень даже ремонтопригоден. Износ гидроплиты и ее золотников приводят к долгому переключению передач, пинкам при переключении передач, а также невозможности включить заднюю передачу. Для лучшей фильтрации масла в гидроплите установлены дополнительные фильтры. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В данной коробке три вала. Первичный, вторичный и промежуточный. На первичном двигателе находятся механизмы третьей и четвертой передачи, промежуточная шестерня для включения пятой передачи, которая находится на вторичном валу. Также на вторичном валу находится приводная шестерня дифференциала, а вот на промежуточном валу находятся первая, вторая передача и задний ход. Вот как это все работает. От гидротрансформатора передается крутящий момент на первичный вал. Затем вот эта шестерня, которая жестко посажена на первичный вал, передает момент на шестерню пятой передачи. Шестерня пятой передачи находится в свободном вращении. У шестерни пятой передачи есть еще одна шестерня, которая приводит промежуточный вал. Промежуточный вал начинает вращаться, затем при включении первой передачи сцепление, то есть фрикционы сжимаются. И тогда по двум шестерням первой передачи начинает вращаться вторичный вал. И таким образом через ведущую шестерню момент передается на дифференциал. Если непонятно, объясним, что происходит при включении второй передачи. Также момент с первичного вала передается на промежуточный вал. Здесь срабатывает сцепление K2 и по вот этим шестерням второй передачи момент уходит на ведущую шестерню, а затем на дифференциал. Вот так выглядит дифференциал. Он выглядит точно так же, как и на обычной механике и точно так же, как на гидравлическом автомате. А вот так вообще понятно. Вот это шестерни первой передачи, это второй, это третий, это четвертый, а вот это пятый, а вот это с этой задней передачи. Также здесь есть гребенка парковочная. В механической части АКПП присутствует слабое место. Это барабан первой передачи. Дело в том, что он тонкий и поршень буквально продавливает его и он рвется в районе стопорного кольца. В результате коробка с трудом трогается на первой передаче. Разрушение барабана происходит на фоне неадекватной работы гидроблока, когда к поршню подается слишком большое давление. В этих барабанах находятся такие же фрикционы, как и во всех АКПП. И чтобы вам их показать, надо разобрать вал особым способом при помощи пресса. Удалось разобрать вал. И вот смотрите, о чем мы говорили. Шестерни пятой передачи свободно вращаются. А когда фрикционы вот этого барабана сжимаются, то вал жестко соединяется с шестернями. Вот смотрите, фрикционы такие же, как в обычном автомате. Стоит отметить, что они односторонние, что угрожает их жизни. Это, естественно, перегрев трансмиссионной жидкости, а также недостаточное давление сжатия, при котором они проскальзывают. Фрикционы в отличном состоянии, в принципе, как и вся коробка. Насос здесь точно такой же, как на классическом автомате. Ну и по состоянию, сами видите, огонь. Ну что, разборка закончена и сегодня мы разобрали уникальным в своем роде автомат на мерседесах. Больше такого не ставят. Серега, резюмируй. Коробка, в принципе, надежная, но парит мозг. Ее электронный мозг. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok